шалом всем мы слушаем тех или иных проповедников и учителей прежде всего конечно в общении но также в интернете есть бездна интернет ресурсов и вопрос как не потеряться в этом огромном море особенно с учетом того фактора что часть из этих ресурсов выглядит очень привлекательно но действительно люди говорят интересно люди говорят убедительно у них десятки и сотни тысяч просмотров как же выяснить как же понять кого стоит слушать кого слушать не стоит чтобы ответить на этот вопрос мне кажется сначала нужно четко уяснить предмет который мы хотим изучать в жизни надо приходится конечно изучать чисто теоретические предметы ну например студенты консерватории изучают в ходе учебы историю простите историю и теорию музыки музыканта конечно же оцениваем мы с вами не по знанию истории или теории музыки а почему по его игре но бывает что не крадеваться то есть например если вы хотите получить диплом консерватории вам нужно сдать экзамены соответствующие по этим предметам и тогда вам нужен учитель вам нужно выбрать себе учителя по этому предмету чтобы сдать этот предмет как вы выбираете учителя по чисто теоретическому предмету по двум критериям учитель должен знать свой предмет сам и во вторых он должен быть преподавателем то есть педагогом он должен уметь преподнести свои знания вам больше от него в принципе ничего не требуется так однако гораздо чаще мы в жизни с вами изучаем что-то практическое управление финансами консультирование игру в теннис и в таком случае что вас интересует вас интересует к примеру если уже говорить об игре в теннис вас интересует не формула траектории теннисного мяча как он летит от ракетки на другую половину корта вас интересует победа над соперником в матче или как минимум просто удовольствие от хорошей игры и кого вы возьмете себе учителя в этом случае вы возьмете себе опытного теннисиста или же великого теоретика тенниса который не пропускает ни одного матча по телевизору или ходит всегда болеть на корт на трибуну он знает о теннисе все и вся о ракетках о мячах о сетках о кортах он знает абсолютно все фамилии всех теннисистов он знает все приемы и он может вам все рассказать и даже может что-то показать своими руками но он сам не выйдет никогда на корт и не продемонстрирует потому что он не практик он чистый теоретик в теории музыки это прокатит как говорится а вот если вы хотите научиться играть то тут конечно же вам нужен практик в первую очередь который к тому же еще и умеет объяснять который к тому же еще и педагог но какое отношение все сказанное имеет к вере вешу ну самое прямое конечно потому что вера это в конечном счете что-то очень практическое вера без дел сказал апостол новом завете мертва что это значит это значит что вера как и теннис как игра на любом музыкальном инструменте задействует наше тело вера появляется в словах и в делах для того чтобы говорить слова нужны легкие нужен язык нужна гортань нужны губы вот евреям еще нужны руки тоже орган речи у нас как вы видите никуда не денешься если мы хотим что-то делать опять же нам нужны руки ноги голова и все остальное наше тело что-то очень практическое ученики кто такие ученики и шо заповедал апостолам делать людей неверующими а учениками ученики учатся у своего учителя чему это очень важный вопрос потому что вокруг веры вешу есть масса разных предметов для изучения но нам нужно уяснить себе четко наш предмет как его учеников а еще сказал что нам нужно научить людей соблюдать его заповеди соблюдать то что он повелел своим апостолом то есть ученики это делать или слова не исполнить они слушатели только обманывающие самих себя ученики исполняют заповеди шо в первую очередь те которые даны в нагорной проповеди и поэтому вот в этом и заключается моя основная цель как верующего научиться у ешо жить так как жил он сам и как он учил жить других извините если я повторюсь моя цель не в том чтобы научиться у него арамейскому языку не в том чтобы научиться у него плотницкому ремеслу даже не в том чтобы научиться у него исцелению больных изгнанию бесов возможно а может быть по крайней мере не первая это моя цель может быть это одна из моих целей но уж точно не первое а это почему скажут мои харизматические братья и сестры разве ешо не дает дары исцеления разве господь бог не хочет чтобы люди исцелялись или у тебя брат веры нет на это я скажу так и у меня есть вера в то что бог исцеляет и он хочет чтобы люди исцелялись однако что касается даров духа то только сам дух знает какие именно дары он хочет дать вам и мне даст он нам с вами дар исцеления или не даст это ведомо только ему а вот что заповедано черным по белому написано нам всем это написано заповедь на написаны заповеди повторюсь в новом завете в нагорной проповеди в апостольских посланиях в двух словах нам заповедано всем с вами без исключения любить бога и любить ближнего причем по определению еще о том кто такой ближний в это понятие входит также и наши враги и вот тут я задаю вопрос у кого дорогие зрители мы с вами хотим учиться этому любви к богу и любви к ближнему любви к врагам конечно же мы хотим этому учиться поскольку это нечто очень практическое чистая практика они теория мы хотим учиться этому у того кто умеет это сам и способен научить нас у практиков но следующий вопрос если такие люди сегодня и где они и как попасть мне ученики я имею виду опять-таки не тех людей которые могут рассказать или повторять даже много раз своих проповедях одну и ту же удивительную историю о том как однажды в ответ на какое-то ругательство они помолились за своего обидчика может быть даже не совершенно неожиданно для самих себя причем не о том чтобы земля у него под ногами разверглась и живы живым сошел он в преисподнюю этот человек о том чтобы бог его благословил и семью его благословил исцелил его и дал ему все что ему необходимо и так далее такие истории о том как неожиданно для самого себя я повел себя именно так как вроде бы еще и заповедует нам себя вести могу я сам тоже рассказать но удивление это и редкость этих историй в моей жизни свидетельствует только о том что я еще не стал по-настоящему его учеником во всяком случае я не в школе я еще может быть подготовить на группе то есть для нас такое поведение это не норма жизни это нечто из ряда вон выходящее что я хочу сказать я хочу сказать что людей которые достигли духовной зрелости и годятся в учителя нам с вами мне кажется их среди живых не так много стоп что значит среди живых я имею ввиду что их можно еще искать среди мертвых нет упаси боже не поклоняться мертвым не не говорит с мертвыми я имею ввиду что среди людей уже ушедших господу живших до нас в предыдущие не только десятилетий но и века их было немало и для того чтобы попасть к ним ученики ничего особенного не нужно кроме желания не нужно даже денег сегодня в интернете у нас действительно есть масса всяких ресурсов книги этих людей же свидетельство их жизни свидетельство других людей о их жизни и с ними с мертвыми мне кажется надежнее потому что время показала что они настоящие они прошли эту проверку временем живыми немножко сложнее их еще надо найти и в отличие от огромного количества пасторов проповедников учителей и спикеров поныне здравствующих дай бог всем до ста двадцати лет дожить по-настоящему зрел по нас по-настоящему зрелых людей божьих сегодня по моему не так много но если господь милостив он сведет нас с ними в этот момент кто-то возможно спросит стоп а как же знатоки еврейской традиции истории иудаизма христианство и церковного антисемитизма арамейского языка библейского и в ритм заветного греческого богословия на худой конец все эти люди что не годятся нам с вами учителя почему же конечно годятся если они владеют своим предметом достаточно хорошо и достаточно хорошо его излагают вопрос только в том кому и зачем эти люди нужны если вы понимаете каким образом знание их предмета поможет вам обогатит вашу жизнь с ешуа и я имею ввиду сейчас не еврейскую ритуальную составляющую этой жизни а именно духовную жизнь ну что ж прекрасно изучайте их предметы но если же все это просто информация то это уже по-моему совсем другое дело в общем как сказал нам апостол все испытывайте хорошего держитесь спасибо шалом и и и и Субтитры создавал DimaTorzok